Библейский портал экзегет.ру представляет Что это за страны, что это за люди, что это за народы Никто не знает, вот до сих пор у нас была Целая череда пророчеств, которые относились Либо к Израилю и Иерусалиму, либо к окрестным народам А здесь вот какая-то сила с севера И даже иногда говорят, что в матчах это Москва Возможно, это про будущую Россию говорится Естественно, что в первом тысячелетии до нашей эры Никакого государства, никакой российского, никакой Москвы не было И в помине никто не мог знать, что они когда-то будут Но я думаю, что дело не в том, чтобы найти на карте мира точки Которые соответствуют этим названиям Скорее, это вот некоторая могучая сила с севера Которая представляет угрозу для сложившегося порядка вещей Для Иерусалима в том числе А ты, сын человеческий, пророчествуй против Гога И передай ему, что говорит Владыка Господь Я против тебя, Гог, верховный правитель Мешиха и Тувала Разверну тебя, направлю, поведу с дальнего севера И приведу тебя на горы Израильские Я выбью лук твой из левой руки И стрелы вырву из правой твоей руки На горах Израильских падешь ты, полчищи твои, народы, которые с тобой Я отдам тебя на съедение всякой хищной пернатой птицы И зверям полевым Пойдешь ты в чистом поле, потому что я так сказал Пророчество Владыки Господа Ну и все понятно, что тут комментировать Вот эта могучая сила, которая нападает С одной стороны, он его приведет в пределы Израильские С другой стороны, там же и уничтожат И таких много было Тех, кто приходил в качестве империи Завоевывавшие эту территорию И потом были там уничтожены И, ну, пока что Россия, по счастью, в эти войны не ввязалась Но других империй было достаточно После римской и византийской, которая была ее продолжением Арабы, потом крестоносцы Потом турки-османы Потом британская империя владела этой территорией Сейчас там тоже продолжаются войны Такой кусок земли, где никак покой не установится И об этом, в общем, у Изекииля вполне ясно и говорится Нашлю я огонь на страну Магога, на беспечных жителей островов И будут знать, что я Господь Будет ведомо мое святое имя среди моего народа Израиля Не бывать больше моему святому имени в бесчестии И будут знать народу, что я Господь святыня Израиля Империи приходят и уходят А основной смысл священной истории Остается тот же самый народ Израиля Который несет на себе священное имя Божье И вот Господь не дает его поругать без наказания Уже приходит, уже наступает пророчество владыки Господа Тот день, о котором я говорил Тогда выйдут израильтяне из городов Разведут костры, чтобы сжечь оружие Щиты и доспехи с луками и стрелами Буловами и копьями Семь лет будут их они сжечь Не будут они носить дров с поля И в лесу рубить их не станут Сжечь будут оружие И ограбят своих былых грабителей Добычу заберут у тех, кто ее добывал Пророчество владыки Господа Знаете, я даже читал какие-то комментарии Что здесь имеется в виду Какая-то будущая ядерная война И вот эти ядерные боеприпасы Будут семь лет топливами для ядерных электростанций Ну, мы не знаем Не исключено, что когда-нибудь что-то подобное случится Но смысл в том, что семь лет хватает дров от оружия Вот будь это древко-копья, примитивная палка Будь это какой-нибудь там радиоактивный изотоп Который используется в ядерной бомбе И может использоваться точно так же В ядерные электростанции Я не уверен, что они так легко Друг в друга переходят Не важно Важно, что Представляете себе, сколько лет делали это оружие Сколько на той же самой территории Ближнего Востока Было уничтожено Вот того самого оружия В которое самые разные мировые империи Включая СССР, кстати Вкладывали свои деньги И которые делали вот для того Чтобы победить на войне А потом оно все становится просто Металлоломом Ну или вот на уровне первого тысячелетия до нашей эры Дровами для костра В тот день я назначу Гогу место в Израиле Кладбище в долине Пришлых к востоку от моря Что за долина мы точно не знаем Ну вот некоторое место, где хоронят чужаков Не свое кладбище И по ним же не будет прохода Потому что будут погребать там Гога И полчищи его Назовут его долиной полчищ Гога Семь месяцев будет дом Израиля Погребать их, очищая землю Да, то есть какие-то такие чудовищные потери Что семь месяцев хоронить трупы Весь народ этой страны будет их погребать И будет для них сроком прославления моего имени Пророчества владыки Господа Назначить и людей, которые будут постоянно обходить страну Они начнут поиски по окончании семи месяцев Чтобы очистить страну Не остался лежать на земле, кто из пришлых Ну, опять-таки, те комментаторы говорят Видите, ядерная война Они там, ну, радиоактивные трупы Надо их срочно собрать и захоронить Но нет нужды видеть в этом что-то радиоактивное Мертвое тело оскверняет по представлениям Ветхого Завета Все, кто к нему прикасается И все, что вокруг него находится Поэтому похоронить, конечно, нужно И важно, что вот война Это что-то такое страшное, мрачное Что-то превосходящее человеческие возможности Семь месяцев хоронят трупы Семь месяцев жгут оружие То есть сколько же там этого всего будет И поневоле задумаешься Действительно, а не лучше ли жить в мире Не лучше ли вот эти силы употребить Не на оружие, а не на военные действия На что-то совсем другое После чего не придется Семь месяцев похоронами заниматься И когда они будут обходить землю То если кто-то увидит человеческую кость Поставят около нее особый знак Пока погребающие не погребли ее В долине полчищ Гога Там же и город по имени Хамон И так они очистят землю И любая война заканчивается Хоронят последних бойцов погибших Продолжается жизнь А ты, сын человеческий Передай, что говорит владыка Господь Всем пренатым птицам и зверям полевым Собирайтесь и приходите Отовсюду сходитесь к жертве Которую я заколол для вас К великой жертве на горах израильских Найдите свое мясо, напьетесь кровью Будете есть мясо богатырей Пить кровь земных князей Баранов, ягнят, козы, быков И все они откормлены в башане Башан – одна из областей Израиля Где было разница скотоводства Соответственно, там упитанные животные И падальщики, которые едят тела убитых людей Они вот как бы питаются отборными стадами Из этого башана Будете есть жир, пока не насытитесь Пить кровь, пока не опьянете Это от жертвы моей, которую я заколол для вас На моем пиршестве насытитесь конем и всадником Богатырем и всяким воином Пророчества владыки Господа Конь и всадник – это еще из песни Мириам после перехода израильтян через море В книге «Исход», где коня и всадника вверх в море То есть, ну, войско уничтожено полностью Не только воины, но и средства их передвижения В древности, естественно, это кони и колесницы прежде всего Ну и вот та же самая история повторяется здесь То есть, народ сохраняется Те, кто пытался его уничтожить – нет Я явлю среди народов мою славу И увидит все народы, как я исполнил свой приговор И наложил на них свою руку И будет знать дом Израилев с того дня и впредь Что я – Господь их Бог А народу будут знать, что дом Израилев Отправился в изгнание за свои пороки За свою неверность мне Я отвратил от них свое лицо Предал их в руки врагов И все они пали от меча За их нечистоту, за их преступления Поступил я с ними так, скрыв от них свое лицо И это все для уведомления других народов Вечная тема всех пророков Да, история проходит Да, в истории какие-то события Но единственный ее смысл – приведение людей к Богу Возвращение человечества к Богу Израиль – это центральный народ Который собирает вокруг себя остальное человечество Но Владыка Господь говорит так Теперь я возвращу Иакову благоденствие Помилую весь дом Израилев Возревновав о моем святом имени То есть вот именно желание вернуть славу своему имени И служит причиной, по которой возвращается добрая жизнь к израильтянам Устыдившись своего позора и своей неверности по отношению ко мне Станут жить в собственной стране безопасно И никто их не потревожит Когда я приведу их от разных народов Заберу их из вражеских стран То явлю на них мою святость пред глазами многих народов И будут знать, что я Господь, их Бог Я отправил их в изгнание к другим народам И я соберу их на своей земле Ни одного из них там не оставлю Не скрою впредь лица моего от них Потому что и залью дух мой на дом Израилев Пророчество владыки Господа Вот на этом заканчивается интересная часть книги Езекиилии Начинается со следующей сороковой главы Трудная часть В которой описывается, как они, собственно говоря, будут жить А что важного в жизни народа на своей земле Что действительно ценно Что нужно хорошо себе представить Узнаем в сороковой главе Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok